Постапокалипсис. Бессмертная тема для игр. С одной стороны, она позволяет геймерам побывать в запредельно экстремальных условиях, уходящие далеко за рамки всего обыденного и привычного. С другой стороны, даёт разработчикам возможность разрушить целый мир самым изощрённым способом. А разрушать, как известно, не строить. Куда проще и веселее. Я решил поддержать это движение и отобрал для вас самые интересные игры про постапокалипсис. Dead Stranding 2. Это продолжение научно-фантастического боевика с запутанным, но крайне интересным сюжетом. Перенеситесь на трансформирующуюся до неузнаваемости планету, чтобы вновь встретиться с уже знакомыми персонажами. Спустя событий первой части прошло несколько лет, и Фрейджайл вместе с Луис проживают в защищённом комплексе. Но спокойствие продолжалось недолго, ведь загадочные террористы охотятся за большим боссом, нападают на дом девушки и вынуждают его покинуть. Отныне вам предстоит найти способ выжить, а также дать отпор крупной группировке, попутно сражаясь с другими компаниями. Отличительной чертой стало наличие единой базы на парящем корабле под названием Магеллан. Именно здесь вы будете заниматься и выбирать текущие задания из-за обширного списка представленных миссий, создавать улучшения для своего снаряжения, а также общаться с уже известными героями. Позаботьтесь о своей экипировке, ведь вам предстоит столкнуться с серьёзными противниками. Основная угроза исходит от таинственной группировки в Красных Капюшонах, пытающихся возродить Амелию. Они сделают всё возможное, чтобы добиться своей цели, даже если ради этого потребуется пожертвовать своими жизнями. Избегайте прямых столкновений с их многочисленными армиями, а если этого не избежать, то примите участие в зрелищных сражениях, борясь изо всех сил ради безопасности большого босса. Armored Core 6 Это захватывающий научно-фантастический экшен с потрясающей проработанной вселенной. Событие разворачивается на отдалённой от нашей Солнечной системы планете Рубицион 3. Полвека назад человечество отыскало здесь сильнейший источник энергии, но после катаклизма пришлось покинуть местность. Спустя несколько десятилетий разведывательный отряд отправляет вас, чтобы вы доложили обстановку с поверхности космического объекта. Но вы отправляетесь не один, а в компании боевого меха, который не только защитит вас от природных явлений, но и поможет в схватках с противниками. Приготовьтесь испытать напрочность себя и своего механического партнёра, ведь каждый бой будет отличаться от предыдущего, из-за чего придётся изрядно повозиться. Изучайте вражеские атаки и их комбинации, предсказывайте дальнейшее поведение противника и ищите их слабые стороны до того, как тот доберётся до вас. Продемонстрируйте ловкость и проворность в битвах, а если дела совсем плохи, то пытайте своё счастье и пробуйте удрать подальше с глаз соперника. Вторую половину игрового процесса занимает исследование обширного открытого мира. Перемещайтесь по масштабным территориям, открывайте спрятанные места и собирайте интересные находки, которые пригодятся как для дальнейшего крафта, так и для продажи. Не забывайте вовремя обновлять оружие, а также совершенствовать своего меха, чтобы становиться сильнее и заранее подготавливаться к испытаниям. Arizona Sunshine 2 Снова отправляет нас в путешествие по выжженной солнцем Аризоне, наводнённой полчищами кровожадных зомби, которых здесь зовут Фредс. Во время игры мы выступаем в роли главного героя, который борется за выживание, но при этом старается развлекаться, не жалея юмористических комментариев по поводу живых мертвецов или ситуаций, в которых он оказывается. Компанию главного героя составляет его верный четвероногий друг, пёс по кличке Бадди. Путешествуя по мёртвым улицам и интерьерам заброшенных здарей, мы в основном занимаемся истреблением полчищ зомби. Устраняя Фреда, мы используем как холодное, так и огнестрельное оружие. Среди прочего у нас есть мачете, пистолет, пулемёт и даже огнемёт. Поскольку боеприпасы здесь дефицитный товар, нам часто приходится использовать то, что предлагает нам окружающая среда, чтобы минимизировать расход патронов. Однако в критических ситуациях мы можем использовать то, что есть под рукой. Например, головы и конечности повреждённых живых мертвецов. Кроме того, пёс Бадди, способный избавить нас от многих притеснений, является нашей поддержкой на поле боя. Игра может похвастаться качественной графикой. Можно наслаждаться как детализированными моделями зомби, так и различными детализированными локациями. Игра жестока и врагов можно калечить изращурёнными способами. Pacific Drive – это оригинальная смесь из игры на выживание и гонок, где нам предстоит обогнать саму смерть. Откройте для себя необычный постапокалиптический мир, представленный в виде олимпийской зоны отчуждения. Здесь ранее проводились гоночные соревнования, но теперь место представляет собой заброшенный и забытый всеми участок дороги, где временами проявляются ранее невидимые аномалии. Вам предстоит найти способ уцелеть среди развивающегося хаоса и постоянно двигаться, ведь любая заминка запросто приведёт к гибели. Бродите по округе в поисках полезных материалов, которые понадобятся для ремонта и модернизации автомобиля. Почаще заглядывайте в гараж, чтобы не пропустить долгожданное обновление для двигателя или внешние ошибки, которые позволят дольше оставаться в движении. Ведь в этой игре от скорости зависит гораздо большее, чем вы можете себе представить. Ищите альтернативные способы прокачки, ведь при тщательном изучении окружающей среды вы наверняка найдёте различные модификаторы и чертежи, которые позволят быстрее осуществить мечту и заполучить не авто, а машину мечты. Роад Тювосток. Перед нами настоящее хардкордное выживание с одиночным прохождением. При этом события будут разворачиваться в постаполитическом мире, а именно на территории между Российской Федерацией и Финляндией. Так что постарайтесь выжить. Осуществляйте грабежи, подсчитывайте свои шаги и просто доберитесь до востока. Хотелось бы отметить, что в этой хардкорной песочности присутствует достаточно реалистичное оружие, инновационная система выживания и враждебно настроенные противники. Разработчики добавили несколько медицинских условий. Необходимость правильного обращения с оружием, перманентную смерть и проработанную симуляцию протагониста. Но это далеко не всё, что здесь есть. Для того, чтобы крафтить предметы, вам понадобится заниматься мародёрством. Так что собирайте всевозможные уникальные изделия. К тому же, все они будут воссозданы на базе реальных всевозможных инструментов, расходников, оружия, снаряжения и не только. Ashwall – это динамичный ролевой шутер с поддержкой кооперативного режима и потрясающе проработанным постаполитическим миром. Событие разворачивается в далёком будущем, когда искусственный интеллект вышел из строя и выпустил по всей планете заряды атомного оружия. Стоит ли говорить, что среди огня удалось уцелеть лишь маленькому количеству людей, которые ушли под землю в попытках спастись от радиации. Прошли десятилетия, но поверхность осталась такой же опасной из-за кровожадных мутантов, а среди жителей подземного комплекса поползли слухи о ядре сотворения. Говорят, если удастся до него добраться, то можно положить хаосу конец и вернуться к счастливой жизни. Стоит ли говорить, что мало кто верит в эти сказки, но главный герой решает отправиться на его поиски, чтобы лично убедиться, является ли миф реальностью. В сердце вселенной Ashfall находится его впечатляющий мир. Игра представляет собой пустынный ландшафт, разрушенный катастрофическими событиями, где среди руин цивилизации то и дело проглядывается гнездом монстров. Примечательно, внимание к деталям, когда игрок путешествует по заброшенным городам, разрушающимся достопримечательностям и раскинувшимся пустошам. Потрясающие визуальные эффекты впечатляют, рисуя яркую картину мира, находящегося на грани исчезновения. Игра сочетает в себе элементы исследования, выживания и интенсивных сражений, чтобы обеспечить захватывающий игровой процесс. Перед игроками стоит задача собирать ресурсы, создавать необходимые предметы и разгадывать тайны заброшенных мест, что не всегда получается сделать это так просто. Каждое решение имеет значение и могут сказаться в дальнейшем как на самой истории, так и на отношении к вам второстепенных персонажей. Ghostrunner 2 – это достойное продолжение одноименного приключенческого экшена, сумевшего покорить сотни тысяч фанатов по всему свету. Вам предстоит вновь вернуться в удивительную вселенную киберпанка и узнать тайны гигантского города-баршни Тхармы. Вооружитесь верным клинком и забудьте о жалости, ведь отныне вы станете настоящей машиной для убийств. Уничтожайте каждого, кто посмеет встать на вашем пути и прокладывайте себе путь к правде, пытаясь узнать причину масштабной природной катастрофы, которая заставила уцелевших выживших ютиться в подземном городе, а также тайну своего происхождения. Улучшенные механики, десятки добавленных приемов, а также новый игровой персонаж позволяют заново открыть для себя новую полюбившуюся игру и пролить реки крови. Ключевой особенностью стало то, что любой удар может убить вас, и поэтому геймерам предстоит продемонстрировать ловкость и быстроту реакции. По мере прохождения вы откроете дополнительное умение, а также сможете прокачать уже имеющийся. Уделите особое внимание древу навыков, ведь с его помощью вы сможете создать индивидуальную сборку из необходимых способностей, подходящую под ваш стиль игры. Экспериментируйте с талантами, пробуйте новые приемы и оттачивайте мастерство на сотнях соперников, демонстрируя свою мощь перед всеми живыми. Ones Human – это хардкордный симулятор выживания в открытом мире с поддержкой многопользовательской игры по сети. Опасность пришла откуда не ждали. Внезапное появление инопланетного вируса под названием «Звездная пыль», в мгновение ока накрыло землю. После этого не только люди изменились до неузнаваемости, но и флора и фауна преобразовались. Лишь небольшому числу выживших удалось побороть влияние болезни и выработать иммунитет, из-за чего их начали называть «Мета-человек». Теперь вы стали единственной надеждой человечества на существование. Но для начала придется избавиться от обитающих поблизости тварей и сформировать новое общество на руинах старой цивилизации. Игровой процесс во многом заключается в исследовании областей. При каждом новом запуске игры мир генерируется случайным образом, из-за чего вы будете сталкиваться с новыми трудностями и испытаниями. Собирайте припасы, добывайте материалы и создавайте укрепленные лаги, которые станут вашим новым домом. Действуйте в одиночку или позовите товарищей для совместного времяпропровождения. А также не забывайте носить с собой оружие, ведь вы то и дело будете сталкиваться с противниками. Враги достаточно разнообразны и заслуживают отдельного внимания. Внимательно наблюдайте за ними, чтобы отыскать слабые стороны, а также попытайтесь незаметно проскользнуть мимо, если не готовы вступать в бой. Помимо рядовых мобов, в игре присутствуют как мини-боссы, так и их полноценные версии. Бросайте вызов и принимайте участие в безбашенных сражениях в надежде заполучить редкие ресурсы и не только. Outback Island – этот хардкорный симулятор выживания в открытом мире, где вы окажетесь в самом эпицентре трагедии. Таинственная радиоактивная напасть накрыла неизвестный остров, где и разворачиваются все события. Часть жителей бесследно исчезла, пока другая изменялась до неузнаваемости в ходе мутации. Кажется, вы единственные, кому удалось избежать нелицеприятной участи, поэтому вам придется дать отпор монстрам и защитить свою обитель любой ценой. Ради этого вам предстоит осматривать окрестности, защищать регионы от полчищ тварей и совершенствовать лагерь в попытках изучить новые умения и не только. Интересный и нетипичный игровой процесс отличается от конкурентов повышенной сложностью. Игра не терпит слабаков и будет закалять вас любым доступным способом. Поэтому приготовьтесь к случайно сгенерированным событиям, которые то и дело будут держать вас в напряжении. Путешествуйте по острову и постепенно открывайте все новые места. Несмотря на то, что открытый мир не имеет границ, некоторые зоны смертельно опасны, особенно для новичков. Отслеживайте силы противников, чтобы не нарваться на боссов, а также прокачивайтесь, чтобы в один момент зачистить наиболее сложное место. Здесь же вы отыщите редкие предметы, а также записки, что поможет восстановить ход истории. Frostpunk 2. Стратегия, которая перенесет вас на замерзшую землю, ставшую такой 30 лет назад после катастрофической бури. Игра является продолжением первой части и повторяет ее элементы геймплея. Вам, как и прежде, предстоит выжить на заснеженных местностях, создав поселение и став его предводителем. Станьте разумным предводителем, делайте акцент на необходимом. Расширяйте свою территорию, чтобы добывать больше энергии для жизни. Во второй части вы перейдете от угля к нефти, которая кажется человечеству более перспективной, и возможно именно в ней найдется спасение для людей. В вашем обществе, как и везде, будут находиться недовольные граждане, которые хотят идти по иному пути. Вам же необходимо найти правильный подход ко всем. Где-то применить жесткость, а где-то пойти на уступки. Вы сами сможете выбирать направление вашей политики и принимать собственные решения при проявлении новых угроз. Но цель одна – объединить людей и сплотить, ведь только тогда вы сможете выжить. Frostpunk 2 позволит игроку еще сильнее влиять на общество и все процессы игры, чтобы ваше решение влияло на все аспекты, и каждое принятое имело свои последствия. Именно так вы сможете создать общество, которое хотите видеть. Таков был мой топ постапокалипсиса, которым я поделился со всеми вами, и думаю, что вы в свою очередь также поделитесь ним со своими друзьями. Если есть что сказать или добавить, пишите свои варианты в комментариях, и я постараюсь вам ответить. Ну а на этом вроде как все. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok